Приветствую вас дорогие друзья! В этом видео я отвечу на вопрос многих подписчиков, как же мы используем наши манибоксы. Когда мы в таком рум-туре по нашей квартире показывали наш дом, и я показала так кратко, что у ребят есть манибоксы, у многих возник вопрос, как же мы их сделали, как более подробно мы их используем. И в этом видео я расскажу, как наши ребята получают деньги, распределяют, и вообще для чего нам все это нужно, для чего нам нужны вот такие вот манибоксы. Ну, как вы видите, манибоксы это такой бокс, то есть коробочка для денег. Но это не просто коробка, куда свалены в кучу деньги, а это коробка, где они распределены по целям, по целям использования. Сейчас я вам расскажу это подробнее. Интерес к деньгам у ребят появился где-то в 5 лет. Вот как раз они пошли на подготовку к школе, и я увидела, что эта тема стала им интересна. И я подумала, как же можно им это интересно преподать, чтобы они ощутили, ну, ценность денег, что это такое. Как-то начали взаимодействовать с этой частью нашей жизни, ну, так по-детски, интересно и так органично. И сначала у нас было сделано для них по копилке, такие вязаные копилки, сделала две для Васи и для Миши. А у Вани в то время нам подарили такую интересную копилку, ее надо было сделать самим. Она в виде такого, ну, какого-то яйца была, пластмассового, у которого сверху прорезь для монеток, а снизу такая отвинчивающаяся крышка, из которой можно высыпать эти монеты. Все это было пластмассовое, и прилагалась масса для лепки, которой просто вот мы вокруг это все облепливали и делали в виде такой клубнички. И вот эта клубничка появилась у Вани. Всем ребятам тоже сразу захотелось, и я им как раз делала. Ну да, и получилось так, что вот Ване, наверное, когда именно эту копилку мы ему сделали, было, наверное, лет 6, наверное, или 7. Наверное, было, вот, Ване, наверное, было 7 лет, он, наверное, пошел в первый класс или собирался пойти как раз. А Васе было 5, он как раз на подготовку к школе пошел. Ну, а Мише просто надо было за компанию. То есть он не то, что сильно понимал, что там происходит, но тоже, в общем, очень этим интересовался. И мы ребятам туда давали просто мелочь. Ну, в те времена много пользовались наличными деньгами, и в кошельке всегда накапливалось, ну, прям много вот всяких разменных монет. И мы им давали, они так кидали свои копилки, они у них там гремели, о чем им очень нравилось. То есть они просто играли с этими деньгами. Еще у нас была фишка с деньгами. Мы, ну, как бы зарабатывали какие-то игрушки. Ну, например, вот они смотрели мультик «Поле Робокар», очень им нравился. И мы хотели вот такие вот игрушки-трансформеры в виде героев этого мультфильма. Ну, мы посчитали, сколько они стоят. И сколько, за сколько времени мы сможем, сколько подарить им таких игрушек. И прикинули, что, например, за месяц мы как раз там можем им всем троим по такой игрушке подарить. И мы нарисовали такой плакат, на котором была нарисована красивая эта игрушка. И звездочки стояли, которые надо было закрасить. За что они закрашивались? Тогда как раз Ваня пошел, ходил на подготовку к школе. И он не очень любил делать домашние задания. Ну, как многие дети. Ну, на занятия он, в принципе, нормально ходил. А вот задания как-то ему дома, ну, не хотелось выполнять. Ну, конечно, дело, но без энтузиазма. Мы с ним договорились, что каждое сделанное домашнее задание, у него появляется закрашенная звездочка. А что значит домашнее задание? Это задание как бы на один день. Мы ходили один раз в неделю, и задание мы делили на пять дней. То есть каждый день мы по определенному объему заданий выполняли. И этот объем заданий на один день, это как раз и получалась одна раскрашенная звездочка. И таким образом, когда все звездочки закрашивались, Ваня для всех братьев получал всем по такой игрушке. Ну, и вот такие периодически вот плакаты мы вешали и вот зарабатывали. Не реальными деньгами, а звездочкой. Потом такой подарок получали они. Ну, кстати, им нравилось, и больше было энтузиазма в том, чтобы делать эти детские домашние задания. Вот, потом у нас какие-то копилки все время были, потом кошелечки у них появились, куда мы какие-то подарочные деньги им клали. Но, знаете, там были небольшие суммы, и в основном, если какие-то большие суммы дарились, то, ну, мы на этом что-то покупали. Но в прошлом году я прошла курсы по финансовой грамотности. Они были для взрослых. Я там, кстати, узнала очень много для себя, то есть это прям, ну, как будто бы второе, выше финансово-экономическое. Я до сих пор еще не все до конца осознала, не все до конца применила, хотя уже многое. И там был отдельный раздел по финансовой грамотности для детей. И там было показано, как можно детей начинать знакомить с этим финансовым миром, с деньгами, как ими правильно распоряжаться, распределять, накапливать, использовать. И мне этот принцип очень понравился. Автор этих курсов как раз продавала манебоксы. Такие готовые коробочки, очень красивые, они деревянные, очень аккуратно собраны, где выгравировано имя ребенка. И написано, например, первый миллион вани. И вот эти ячейки, все были так красиво, профессионально сделаны. И мне они очень понравились. Но по цене на то время нам было дорого. И я захотела сделать им по этому же принципу свои манебоксы. И вот, вот что у нас получилось. Вот это, кстати, какой-то танк, это уже ребята усовершенствовали. Ну, во-первых, если уж я начала делать, то в итоге мне даже еще больше понравились наши. Ну, потому что и душа вложена, и сделана в том стиле, в каком ребята любят. Как выглядит наш манебокс? Это коробочка. Причем, на самом деле, изначально эта коробочка очень дешевая. Из фикс прайса. И тут даже вот сбоку, может быть, видно, немножко проступает такая розовая краска. Эти коробочки, если я вдруг найду картинку, я вам вставлю, не уверена, что найду. Они выглядели, знаете, такие салатово-розовые. В горошек, в цветочек. Вот абсолютно девочковые коробочки. Но размер был удобный. Как раз вот, сколько здесь сантиметров. Ну, если измерю, напишу вам. Вот, то есть, вот такие они по размеру. То есть, я понимала, что купюры у меня, вот, они квадратные. Да, видите, квадратные. Купюра как раз спокойно встанет вдоль. То есть, не навалом будет деньги, а по ячейкам вертикально стоять. И крышечка на магните. То есть, она так открывается и легко примагничивается обратно. Мне это очень подходило, нравилось. Ну, естественно, цвет меня не устраивал. Поэтому цвет я решила изменить сразу. Здесь покрасила. Видите, я взяла там какие-то цвета, я смешивала серебристый, золотистый, коричневый. В общем, не мешала и такие мазки делала. Ну, вот, как будто бы обшивка корабля. Как раз мы тогда собирали такие модельки военных кораблей. Ребята играли в эту игру World of Oships. Им очень нравились военные корабли. Я им делала. И вот как раз взяла краски вот из набора модельки корабля. Вот такой броненосец получился. Вот, сверху я тоже решила, как задекорировать. Просто покрасить как-то, ну, большой объем, не очень красиво. Я нашла тоже в фикс-прайсе. Дешевые, но классные наклейки. Вот здесь, например, такой самолет. Вот здесь вот какой-то еще другой вид самолета. А здесь еще какой-то другой вид самолета. В общем, вот такие самолетики у ребят получились. То есть, вот, еще даже один самолетик остался. Вот такая была упаковка. Вот, три использовали, и вот четвертый остался. Ну, вот, как будто бы крышка какого-то сундука, как будто бы на дереве. И она такая объемная, кстати. Вот эта наклейка, это наклейки. Они такие вот прям объемные-объемные. Мне их укрепило. Я все-таки на жидкий клей посадила, чтобы от меня отклеилось точно. Ну, и так все вокруг покрасила. А переднюю стеночку вот эту, вот видите, еще написала. Первый миллион. Вот это вот Вася и Ваня, и Миша такие же. Потом еще мы такие наклеечки были. Ну, в виде как гвоздиков. Вот тоже их добавила. Вот видно, они такие. Ну, так для красоты, для антуражности. Вот. Дальше. Как я делала внутреннюю начинку? Самое главное внутри. Ну, для меня, правда, и внешне очень важно, чтобы это были мальчиковые. Значит, вот как выглядит все внутри. Здесь у нас коробочка квадратная, разделенная вдоль такими вот перегородками. Перегородки, они, видите, поставлены неравномерно. Три отсека, такие достаточно узкие, где деньги ставятся вертикально. А один у меня более широкий, где деньги, ну, прям горизонтально кладутся. Ну, хотя можно делать их более равномерными. Ну, просто я подумала, что для тех денег, которые чаще мы берем, это деньги как раз на эмоции, на эмоциональные расходы удобнее, чтобы, ну, был более просторный туда доступ. А те, которые реже используются, ну, чтобы рука лишняя и не лезла, они более узкие. И здесь на крышке, вот как продолжение этого отсека, написано, для чего этот отсек предназначен. Вот наш самый широкий – это эмоции. Это те деньги, которые, ребята, вот для чего захотят, для того и могут тратить. Не думая, что, ой, мы потратим, а что-то не хватит. Нет, это именно эмоции, получение радостных, приятных эмоций. Вот ты захотел, не знаю, себе, ну, вдруг где-то там мороженого купить. Хотя, если честно, на еду они не тратят эти деньги. На еду все-таки у нас что-то заказывают. Ну, когда в магазин ходим, то есть, как бы вот это на еду не идет. Но, например, если они едут в какую-то поездку с классом, и им там вдруг хочется чего-то такое купить в поездке, вот они эти деньги к себе берут, могут потратить, если захотят. Потом, если они в какую-то там игру компьютерную играют, например, хотят какую-то игру купить, или хотят какую-то там опцию в этой игре купить. Ну, я вот им не понимаю, но это вот им папа помогает. Из этих денег могут купить. В общем, это вот чисто на какие-то, какую-то захотят, если игрушку себе, какой-то, бывает, нерф, там, еще что-то. Вот бывают какие-то такие желания, какое-то лего захотят. Тоже могут подкопить, из этого купить. То есть это просто на радости. Следующий раздел у нас идет обязательные траты, обязательные расходы. Раньше это была только парикмахерская. Я как-то, в какой-то момент у меня сломалась машинка для стрижки, и я под это дело всех уговорила, чтобы все стали ходить в парикмахерскую стричься. Я отдыхала, ребята стриглись, и как раз мы так распределили деньги им выдавать, чтобы на стрижку как раз к концу месяца скапливалось, чтобы они раз в месяц ходили стричься. Но потом карантин, самоизоляция, все вот это наступило, я их опять начала стричь дома. Поэтому эти деньги, которые сейчас собираются, они у нас идут в раздел подарков. Потому что у друзей бывает дне рождения, у кого-то из родных, кому хочется сделать подарок. А у нас, ну мы так решили, чтобы ребята подарки своим друзьям, чтобы они лучше это чувствовали, покупали как бы на свои деньги. Но специально для этого отложены. И вот этот раздел обязательные расходы, это на подарки, они тут копятся. Когда день рождения, они оттуда берутся, идутся и покупаются подарки. Вот, ну по идее, когда ребенок самится старше, и доходы, если позволяют, можно туда ему в обязательные расходы какие-то переносить расходы на него. Например, кому-то можно перенести закупку поднадлежности для школы, расходы, кому-то покупку одежды, кому-то, возможно, оплату кружков, если ребенок сам может это оплатить. Ну, то есть это надо, или если у кого-то есть домашнее животное, которое вот прямо лично ребенка, и он ответственно за ним там следит, корм покупает, можно эти деньги ему туда тоже класть, он будет знать, что это на это деньги отложены, оттуда брать и покупать. Ну вот, это прям-то важно, чтобы эти деньги все не смешивались, чтобы под горячую руку не потратить все. Следующий у нас раздел – это цель. Но цель мы берем какую-то большую, что-то такое большое, что хочется. Это не просто там какой-то очередной набор лего или какой-то нерф или какая-то игра. Ну, это такие, это эмоции. То, что ты сейчас попользуешься, и оно тебе, ну вот, только сейчас пронесет радость, надолго не останется. Цель – это что-то более крупное. Ну вот, например, у нас первая цель был планшет. У нас так получилось, что вот когда начался карантин и дистанционное обучение, и все ребята пересели в Zoom, ну, больше всего сидел в Zoom имена Ваня. Он был уже в каком-то шестом, получается, классе. И там прям много было уроков сложных, и их перевели на занятия в Zoom. У Васи было буквально там несколько только уроков в Zoom немного, а у Миши, по-моему, вообще не было в Zoom. Он был тогда в каком-то втором классе. Ну, больше как бы просто присылали задания дистанционно через интернет, надо было отвечать. И вот мы в тот год, прям накануне, вот как чувствовали, купили всем по такому хорошему телефону сенсорному и с хорошим экраном, и они хоть могли заниматься, потому что когда-то все случилось, у нас был один компьютер, за ним работал наш папа, если бы не эти телефоны, ребята бы не смогли заниматься. Вот, но мы подумали, что как раз вот в этот год мы завели Moneybox, что, да, телефоны хорошо, например, у Вани очень уставали глаза от того, что он все время вот маленький экран телефона смотрел. Ну, как бы экран хороший для телефона, но для долгих занятий, устаешь, и хотелось больше экран, поэтому мы решили, что планшетам будет просто необходимо. К тому же, мы в этот год завели наш YouTube-канал, а потом ребята завели свои летсплейные каналы, то есть они начали записывать, как они играют в игры, прохождения разные, ну, вот видео на эту тему, и они записывали их на телефонах. Но опять-таки удобнее играть на планшете, больше экран, удобнее. Мы решили, что это даже такая вот цель, не просто для развлечения планшет, она и для учебы, для работы, для многого нам понадобится. Поэтому мы сделали цель планшет. И достаточно быстро ее накопили, потому что как раз были дни рождения, там еще какие-то праздники, и родные нам еще деньги уже подарили дополнительные, быстро скопилось, планшеты уже купили. Теперь у нас следующая цель – ноутбуки. Потому что опять-таки мир у нас компьютерный, очень много чего и в учебе, в работе мы делаем на компьютерах. Компьютер еще удобнее, чем планшет, больше функционал. Ваня вообще себе хочет такой монтажный компьютер, на котором можно не только записывать разные какие-то видео, а и создавать какие-то более сложные программы, какие-то моды для игр, какие-то вот анимации. В общем, вот ему интересно это все освоить. Ну, и на самом деле, даже если он не свяжет свою жизнь вот с такой вот веб-дизайном, ну, по-любому компьютер нужен всем, абсолютно всем специальностям. Так что будет надо. В общем, Кобиум. Следующая наша цель такая. Последний раздел. Вот здесь написано «Капитал». Капитал. Ну, тут такая достаточно внушительная уже стопочка. Причем здесь уже много, не просто там по 100 рублей, а там уже по 5 тысяч. То есть это та стопочка, которую мы хотим докопить вот в этом разделе до 30 тысяч. А дальше уже начать вкладывать. Почему мы... То есть что такое капитал? Это вот первый миллион на совершеннолетие. Если честно, я не знаю, сможем ли мы именно миллион к совершеннолетию накопить. Ну, это от многих факторов зависит. Конечно, мы работаем над повышением доходов всего. Ну, посмотрим, как выйдет. Но в любом случае, эта сумма у них будет. Это может пойти и на обучение. Ну, если там разово надо куда-то для поступления. Это может пойти и для... Вложить в покупку жилья, да, квартиры. То есть, ну, в разные вещи. То есть это они уже решат, когда вырастут. Ну, мы даже сами, если честно, не до конца представляем. Это для нас такой очень большой масштаб. Но понимаем, что копить точно надо. Поэтому начали. Почему мы начали все это копить в таком вот бумажном виде? То есть, если посмотрите, да, то есть здесь все деньги, они вот такие, живые бумажные. Так это именно потому, что вот в этом курсе «Финансовая грамотность», которую я проходила, там как раз и говорилось, что очень важно не только детям, но и взрослым ощутить эту энергию денег. То есть там даже советовалось и взрослым иметь некую сумму наличных денег в руках дома и пересчитывать их. И там даже было такое задание. Нужно было насчитать миллион. То есть, ну, например, у тебя нет миллиона, но у тебя есть какая-то сумма. И ты вот это пересчитываешь столько раз, пока у тебя получится миллион. То есть, чтобы, например, заработать миллион, надо его себе представить, как бы визуализировать. Вот эти вот майни-боксы, это, по сути, визуализация для ребят. То есть они видят этот объем денег, они его регулярно пересчитывают, они понимают, что вот этот объем, это вот такая сумма. И они начинают покупать на реальные деньги, видя их стоимость, потому что в банковской карте, в счете, это все виртуальные деньги, просто цифры нули, они не визуализируются, они руками не ощущаются. Поэтому все советуют начать с ощущения. И вот, кстати, пройдя этот курс, я поняла, что, в принципе, вовремя мы его прошли и перешли на такие бумажные деньги, потому что мы столкнулись с тем, что у ребят не было представления размера сумм денег. То есть, например, у них были копилки, наполненные этими монетами. Они считали, что у них реально много денег. Они говорили, послушай, мама, они же какие звенят, тяжелые, полная бутылка. Но потом, когда мы решили всю эту мелочь перевести в нормальные бумажные деньги, мы всю мелочь собрали. Причем собрали ее везде. Собрали из этих бутылок, из такой большой, ну как монетной кассы нашего дома. Я вам покажу, как она выглядит. Это такой ящичек, который мы покупали в разделе для инструментов, там для гвоздиков, винтиков, шпунтиков, чего-то такого строительного. И туда мы по вот этим маленьким ящичкам раскладывали, там в одном ящике были там все по 10 рублей, в другом все по 5 рублей. Ну а там ящиков там по рублю, по 2 рубля, ну было вообще много. Но чтобы они были не все в кучу, как-то были рассортированы. И вот мы это все с ребятами свалили в мешок и пошли в Сбербанк. Оказалось, что там можно обменять металлические деньги на бумажные. Ну их там просто было очень много. Там какую-то комиссию с нас взяли, но небольшую. И в общем мы вот эти деньги, причем ребят помогали нести в рюкзаке. Знаете, вот я не знаю, там было несколько килограммов. Мне казалось, что 3 килограмма у нас этих монет было. То есть ну казалось вообще состояние целое. Пришли. Нам это все на такой специальной машинке интересной посчитали. И мы когда посмотрели, что в итоге получается, в общем в итоге мы за это получили, по-моему, по-моему там было 900 с чем-то рублей. Но с нас взяли какую-то комиссию, по-моему мы 800 получили. По-моему так получилось. Ну около того. Правда не помню точно сумму. Но то есть вот им казалось это огромное состояние, оказалось меньше тысячи. Они начали понимать, что да, вот монеты, это конечно хорошо. Наверное маленьким детям прям классно с монетками, так это нравится. Но постарше ребятам надо уже с реальными, более крупными суммами обращаться, чтобы они видели вживую там не только 100 рублей, но и тысячу, пятьсот, пять тысяч, чтобы эти деньги были для них осязаемы реальны. Вот. И они теперь, у них например раздел там с капиталом, то есть они тоже ничего не тратят, и цель тоже накопится достаточно долго. Они там эти крупные суммы видят. И уже у них более реалистичное представление. То есть они понимают сколько на что им нужно. То есть понимаешь, что да, я помню когда-то раньше спрашивала их, сколько они хотят получать, ну как бы зарплату, в месяц. Для них там зарплата там 10 тысяч, оказалось какой-то огромный. Но вот сейчас, когда мы стали больше обсуждать, какие суммы на что уходят, ну не больше ли такое реалистичное представление начало появляться. И мне кажется, для финансовой грамотности детям, ну вот прям классно, то что нужно. Вот. И последний момент на наших moneybox'ах, если вы заметили, здесь вверху такая у нас как рамочка есть. Это рамочка, я ее вырезала. Знаете, такие есть альбомы для фотографий, ну как там их называли, с магнитной пленкой, то есть, когда такую пленку ты отклеиваешь вот так вот, туда вставляешь фотографию, а потом пленку обратно вот так вот заклеиваешь, и фотография держится. Вот я вырезала из такого листа, такого альбома, такой вот прямоугольничий. Вот. И сюда, по идее, надо ставить фотографию цели, ну чтобы визуализировать, чтобы прямо понимать, на что ты копишь. Ну, если честно, пока ребята так очень вообще себя представляют, ну так, в целом ноутбук или в целом компьютер, еще вот не уточнили. Поэтому пока больше просто копят, но как только мы все-таки точно поймем, какой именно мы хотим, мы сюда обязательно вставим эту фотографию. Ну или картиночку, или просто от руки нарисуем, тоже вариант. Вот. И, кстати, вот я вам сказала, что эту рамочку я сделала из страниц такого альбома с пленкой магнитной. И вот, собственно, тоже из этого же альбома я сделала вот эти перегородки. Перегородки для мани-бокса. Я просто, он достаточно плотный, картон хороший, и пленкой, такой пленочкой обтянут. Я, значит, взяла, отрезала нужного размера прямоугольнички и вклеила их клинным пистолетом. Я вам покажу. Вот такой у меня клеевой пистолет. Самый простой. Здесь, видите, вставлен черный клей, но для таких мани-боксов, вообще для основного творчества, нужен прозрачный. Вот у меня здесь не открыт. Сейчас я открою. Вот. Видите? Вот такая вот прозрачная стержень для этого клея. Вот. Туда он вставляется и, значит, все делается. Ну, думаю, вы все знаете, этими клеями многие пользуются. И вот, ну, здесь у меня в тот момент, помню, закончился прозрачный, был только красный. Вот я кому-то красным сделала. Ну, они крепко держатся, никуда не сдвигаются. Еще тоже, чтобы было удобнее, вот видите, я вырезала такие углубления полукруглые, ну, чтобы удобнее было деньги брать. Очень удобно. И еще у нас есть такие модельки, на самом деле очень тяжелые. Они служат, как замки на сундуках. Мы, ребята, их поставили. Причем, у нас три модельки, это нашему папе подарили. Вот такой танк. Честно, забыла, где чей. Допросят меня, ребята, они потом все расставят, где чей. Вот такой самолет и вот такая машина военная. Может, Катюша. Честно, даже не помню, что за машина. Я не сильно о военной истории. Это все по части папы и ребят. Вот. И вот такие манибоксы у нас получились. А, и теперь вам, наверное, интересно, поскольку мы ребятам сейчас выдаем, да, денег. Какой там есть принцип? Там есть принцип, что с пяти лет ребятам для финансовой грамотности советуют давать каждый день по некой сумме. Ну, то есть, в этом мир понимаешь, мир в месяц, я могу ребенку ну, вот такую сумму выдать на карманные там, ну, какие-то вот цели, расходы. И делите это на число дней в месяц и каждый день понемножку выдаёте. И, кстати, знаете, когда я начинала эти курсы проходить, там даже мы взрослые начинали именно с этого принципа. То есть, ты понимаешь, вот твой доход и вот сколько ты можешь откладывать каждый день. Там еще, помню, у нас такой счет назывался доброе денежное утро. И вот каждое утро мы по небольшой сумме себе дзынькали на счет. Ну, у меня это было 100 рублей. Но я так посчитала, что я могу себе позволить там 3 тысячи в месяц отложить. И вот я каждое утро в Сбербанк онлайне в эту цель себе переводила. Вот. Теперь я уже перешла на раз в месяц у себя. У ребят как? Они уже были достаточно большие, поэтому каждый день им уже было не нужно. Но при этом мы, кстати, ориентируемся по меньшее, потому что там, по-моему, 9-10 лет считается, что можно переходить уже на выдачу денег раз в неделю. Вот мы так и стали по воскресеньям раз в неделю им выдавать. Поскольку же мы им выдавали. 600 рублей. И это у нас распределялось так. 100 рублей у нас шло на эмоции, 100 рублей на обязательные расходы. При этом обязательные расходы это вот была стрижка и как раз за месяц 500 набиралось. Ну, а теперь на подарки. И оставалось 400 рублей. Из них 150 шли на цель и 250 на капитал. Ну, почему самая большая сумма на капитал? Ну, потому что там же миллион надо накопить на совершеннолетие. Это самая большая сумма. Поэтому туда достаточно солидная. То есть это, ну, если им дается 260-250 это сколько это получается? Это, ну, может быть, 45 где-то процентов сумма уходила в капитал. И достаточно большая сумма ушла в цель. Ну, потому что тоже цель она очень большая. То есть купить компьютер. Это же не постричься, сходить. То есть тоже, чтобы она быстрее накопилась, надо больше вкладывать. То есть мы это все-таки с ребятами обсудили. Они поняли это. И в принципе по 100 рублей в неделю им сейчас хватает. И мне так много всего вот хочется. У них, ну, есть же все необходимое. Ну, эмоции подкапливаются. Причем даже наш Ваня, ему редко хочется что-то такое вот сиюминутное. Он все в цель хочет положить. Говорю, Ваня, не торопись. Говорю, когда копи в эмоциях, вот когда тебе немножко будет не хватать на твою большую цель, вот тогда доложишь. Хотя он периодически так перекладывается, хочет ускорить процесс. А ребята эмоциями прямо Вася и Миша активно пользуются. Да, и еще помню в начале, когда мы только создали Манебоксы, у меня был, знаете, какой вопрос, что ведь когда мы переводим деньги в электронном виде, там, с карты на карту, на какие-то цели в Сбербанк Онлайне, там мы можем любую сумму легко перевести, нам не нужна сдача. И я подумала, что как же мне, ребятам, выдавать, что ли, столько мелочи, то есть, если я должна разделить там 100 сюда, 100 сюда, 150 сюда, 250 сюда. И получалось, что, ну, скорее всего, нужно будет много сдачи, если я буду им какой-то крупной бумажкой выдавать. А у нас трое, ребят, получают вот эти бумажные реальные деньги. Это ж, какой банкомат мне столько мелочи выдаст? Но оказалось, все достаточно просто. Достаточно, ну, буквально, первые два раза, вот, заморочиться, с этими по 100, по 50 рублей выдать им. Дальше вступает уже вход сдача из их собственных сундучков. То есть, у них прямо опыт появляется, ну, такую работу с кассовым аппаратом. Потому что, ну, вот, например, выдаем им сейчас 600 рублей, это бумажка 500 рублей и 100. Ну, это, в принципе, не так сложно в банкомате получить. там мы снимаем для них 1800 на троих получается и с разменом как раз так и выдает. И, и получается, что у них в их сундучке точно есть 50 рублей. И эти две 50-ки, они все время циркулируют. То есть, они берут 500 рублей, полученные, упадут в капитал. Оттуда им надо сдачей достать 250 рублей. Не проблема, 50 рублей где-то точно найдется. Значит, в цель, да, нам нужно 150. Вот уже 150 положили и две сотни остаются на обязательные расходы и эмоции разложили. Если вдруг там именно в капитале нет 50 рублей, а есть, в целях, то мы можем эту пятисотку или сотню разменять на 2,50 рублей в целях. Ну, в общем, вот, это такой получается тренировкой в математике, в счете и вообще в ориентировке в деньгах. И, да, перемещаются деньги, но именно вот путем дачи-сдачи, размена между этими ячейками, но все равно нужная сумма оказывается в каждом из этих разделов. И нам очень нравится. Так что, на самом деле, большой проблемой в том, что нужно много наличных не бывает. И еще один плюс. Иногда, например, нам бывает нужно ну, где-то вдруг срочно заплатить какую-то сумму, ну, такую, например, 750 рублей или 800. Ну, бывает, нужно ребятам какие-то билеты в школе или еще что-то. А дома нет вот этой вот наличности разменной. Мы тогда просто приходим к ребятам менять, приносим какую-то свою крупную денежку, ну, тысячу, например, и в каком-то из разделов ребят меняем на мелочь. У них всегда мелочи много накапливается, поэтому прямо они рады, чтобы у них какие-то более крупные бумажки появлялись и меньше мест тогда занимают. Вообще, периодически, особенно в целях и в капитале, мы вот эти вот кучи соток или пятисоток размениваем на купюры, по 5 тысяч. Ну, так удобнее хранить, потому что все равно это же не для того, чтобы идти куда-то и тратить, а это чтобы куда-то вложить. Ну, вот, я с вами поделилась, как это устроено у нас. Поделитесь в комментариях, а как вы даете деньги детям, или, если меня ребята смотрите, вы, как вы, откуда вы получаете деньги, приходят ли они к вам, каким образом, как вы их распределяете, вы их просто тратите, или просто все вместе копите, или как-то делите, что-то потратить, что-то отложить, накопить. Как это у вас происходит? Нам очень интересно, потому что мы развиваемся в этом направлении, и тоже хочется узнать, как остальные это делают, потому что вот у нас уже сколько накопилось в капитале достаточно много, уже скоро мне нужно будет ребятам создавать счета. Я это еще никогда не делала для ребят. Вот, мне кажется, около 20 тысяч у них уже в капитале есть, так что скоро накопится уже заветные 30 тысяч. Будем осваивать следующий уровень всех там вкладов, инвестиций. Когда что-то новое узнаем, поделимся с вами. Радовали видеть вас на нашем канале, приходите к нам еще, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пока-пока!